Приветствую, друзья! Вчера произошел еще один вероломный акт терроризма, направленный против нашей страны. Хотя по итогу противник нанес удар сам себе. Утром прошлого дня подтянутые вплотную к границе Харьковской области ЗРК западного производства выпустили по разным данным две или три ракеты в направлении аэропорта Белгорода, которые, пролетев расстояние в почти 100 километров, поразили заходящий на посадку российский транспортный самолет Ил-76, что привело к его крушению и гибели всех находящихся на борту. Нет никаких сомнений, что здесь дело снова не обошлось без разведпомощи от западных союзников противника, подсветивших нужную цель в нужный момент с борта одного из самолетов-разведчиков, регулярно курсирующих в нейтральных водах перед Крымом или над территориями ближних европейских стран. Украинский сектор в соцсетях вчера ликовал, смакуя подробности гибели самолета Русни и прославляя своих операторов ЗРК, сбивших самолет, перевозящий ракеты к комплексам ПВО С-300. Но уже через час эти любители попрыгать на костях угодили в такой котел, что для некоторых из них он обошелся очень дорого. По уточненным нашим Министерством обороны данным, на борту сбитого Ил-76 осуществлялась перевозка украинских военнопленных для предстоящего в этот день очередного обмена, который должен был пройти, как это уже не раз бывало, на границе Белгородской области. Второй борт, также идущий из Москвы с пленными украинцами на обмен, получил команду уходить и отвернул, выходя из зоны возможной атаки. После обнародования официальной информации о нахождении на погибшем борту военнопленных для обмена, пошел дым от СМИ противника, стремительно трущих бравадные новости об успехах ПВО Незалежной. На инфоканалах неприятеля пользователи уже не скакали от радости, а включили головы и задались вопросом, что вообще происходит и не врут ли российские официальные источники. А затем по этим любителям плясок на костях был нанесен еще один медиаудар, который повернул на 180 градусов так называемую победу, обдав их ледяным душем. В русский сегмент соцсетей были выложены поименные списки погибших военнопленных украинцев. И те, кто еще час назад бушевал в сети смоку и гибель российского борта, начали находить в этих списках имена своих родственников, сыновей, отцов и братьев. Получился просто какой-то турбореактивный бумеранг для любителей поизгаляться над чужим горем. Одновременно со всем перечисленным выше, данные события еще раз продемонстрировали способность правящего режима противника на любые теракты, направленные против своих собственных людей, граждан их, страны. Их Министерству обороны было прекрасно известно, что за самолет заходит на посадку, кого везет, куда эти люди затем будут направлены. Поскольку так бывало ни раз и ни два. Обмены пленными идут постоянно. И зачастую их привозят именно самолетами. В соцсетях люди на той стороне уже задаются вопросами, как такое могло произойти и зачем. При полном молчании их оборонного ведомства. А я вам скажу зачем. Затем, что в силу либо междуусобицы в правительственном стане, либо стремясь выставить Россию в негативном свете, как это уже было с малазийским Боингом, киевский режим положит, если ему потребуется еще 10 раз постолька. Или 100 раз. Для понимания этого достаточно вспомнить итоги контрнаступа и коллективное кладбище в Крынках. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублирую в телеграм-канале видеоконтент с Ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok